Когда мы встретились с приставками «при» или «при», что нужно делать? Подумать, какое у этого слова значение в зависимости от этого писать «при» или «при». Подумать, какое у слова значение, правда? Да. И это мы думали с вами и писали именно так в прошлый раз. И еще напоминаю, говорили мы о том с вами, как слова друг к другу «присоединяются». Соединительное гласное – это корень. Корень плюс корень, да? Между ними соединительное гласное. Так, а еще проще, проще – суффикс согласен, еще – постфикс, может быть, и так, еще – Зазначение. Прямо значение, целиком. Какие-то кирпичики. Эти кирпичики мы называли одним словом. Каким? Морфем. Слова составляются при помощи морфем. Морфем. Но вот беда. Как кирпичи должны друг к другу притереться. Вот так приставятся. Так и морфемы. Немножко видоизменяются, правда? Это видоизменение тоже как-то называется. Давайте вспомним, как. Однокоренное слово. Однокоренное слово. Морфем – это не пойдет. Давайте вспомним. Грустить. А я что делаю? Грущу. Грущу. Однокоренные слова, правда? Докажите. Докажите, что это однокоренные слова. Однокоренные слова. Так, у них похожий смысл. Более того, это одно и то же слово. Перед нами разные формы одного и того же слова. Да? Почему они так по-разному выглядят? Грустить. Грущу. Окончание. Окончание. Послушай, окончание. Окончание у нас не бывает. При словообразовании окончание нас не волнует. Неважно, что там в окончании. Важно, что в корне. Что же в корне? В одном слове корень груст, а в другом слове корень грущ. Но это просто чередование. Мне нравится это слово просто. Потому что это не так просто. Это на самом деле не так просто. Это действительно чередование. Сайты взяли и слились в ш. А и т. Получилось у. Ну, я бы не сказал, что слились. Но. Груст. Стоп. Здесь чередуется. С чем? С ш. Щ. Щ. Так, найдите сами такую же пример. Где бы С-Т? Снег, снежок. Чередовалось бы с Щ. С-Т и Щ. С-Т и Щ. ПОСТАНОВИТЬ. ПОСТАНОВИТЬ. Ну и что? ПОСТАНОВЛЮ. ПОСТАНОВЩЕК. Там суффикс ЩИК. А нам интересно чередование в корне. И вот именно этим мы сегодня и начнем заниматься. Итак, тема наша сегодняшняя. ЧЕРЕДОВАНИЕ в корне. Мы начнем с очень простых вещей. ЧЕРЕДОВАНИЕ СОГЛАСНОВАНИЕ. Вот как здесь. С-Т чередуется с Щ. Кто-то еще приводил пример нам. Снег, снежок. ЧЕРЕДОВАНИЕ С ЧЕМ? С Ж. Согласны. Еще можете привести похожие примеры. Наверняка можно. ХРУСТ. Раздается хруст. ХРУСТИТЬ. А я что делаю? ХРУЩЮ. Не хрустю ведь, правда? Я писал с вами. ХРУСТИТЬ. Зря писал. ХРУСТ. ХРУЩЮ. Еще. ПРОСТИТЬ. ПРОЩЮ. ПРОЩЮ. Вот с такими чередованиями мы тоже наверняка часто встречаемся. ХРУСТИТЬ. ПРОЩЮ. 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 Это один и тот же корень. Все согласны? Да. ПЕЧ ПЕКАРНЕ. Как? ПЕЧ ПЕКАРНЕ. ПЕЧ ПЕКАРНЕ. Конечно. К. ЧЕРЕДУЕТСЯ С Ч. ПРОЩЮ. Давайте еще примеры такие. РАСТИТЬ. РАСТИТЬ. Я? РАЩЮ. РАЩЮ. СТ чередуется? ШОЩ. СОЩА. Согласен. Еще. Простить, прощу. Еще. Храпеть. Там другое будет чередование, но тоже будет. Я что делаю? Храплю. Подумайте, какое чередование здесь. Так? Могу мочь. Ага, мочь, но могу и можешь. Правда? Итак, могу, но можешь. И мочь. Г чередуется с Ж. Иногда еще с Ч. Напоминаю, чем древнее корень, тем больше у него чередования. Перемены. Совершенно верно. Еще. Порог. Порочный. Порог. Порог. Порог и? Порочный. Порочный. Вот это чередование. Да? Порог. Порочный. А если был бы порог, скажем, порожный. Порог. Пирожок. Пирог. Пирожок. Еще что-нибудь. Крутись, кручу. Торт. Крутись, кручу. Хорошо. Торт. Тортик. Торт. А где чередование? Свистеть. Свист. Свищу. Свищу. Замечательно. Так. Еще какие-нибудь регулярные вот такие фонетические чередования найдите, пожалуйста. Это не так трудно. Крик, кричу. Как? Крик, кричу. Крик, кричать, кричу. Хорошо. Еще. Булочка, булка. Булочка, булка. Там чередуется, мы знаем, кайчик. Да? Так. Еще что-нибудь. Флаг, флажок. К чередуется с Ж. Замечательно. К, Ж. К, Ч. Это регулярные чередования. Да? Еще. Мрак, мрачный. Мрак, мрачный. Отлично. Еще. Дорога. Дорожный. Дорожный. Чашка, чашечка. Чашка, чашечка. Согласен. К, Ч. Как? Нет. Свет, свет, мрачный. Там суфер с Эль. Новый прибавился. Да? А нам у тебя интересны чередования. Причем чередования в корне. Так. Еще. Простая вещь. Это что? Ухо. Ухо. Уши. Ухо. А оно? Ухо. Ухо. Это тоже чередование. Правда? Ш. Ж. Ж. Х. Свеча, светить. Свеча, светить. Согласен. Свет и... Смрак. Свечка, светить. Да? Значит, и Т может чередоваться с Ч и на самом деле со Щ. А, свеч... Освещенный. Освещенный. Просвещение. Правда? Это тот же корень. Свет, свеч, свеч. Другое дело, что свеч. Это корень старо-славянский. А свет или свеч. Уже русский. Есть чего? Что-нибудь? Да? Блоха и бложка. Блоха и бложка. Личном. Правда? Священный и святой. Священный и святой. Священный и святой. Так. Еще. Муха. Муха. Крутить, кручу. Кручу. Крутить и кручу. Т и Ч. Да? Еще. Кручу. Еще сами. Идти иду не совсем подойдет. Потому что там все-таки корень и Д. И там, и там. Он ни с чем не чередуется. Правда? Да? Катить, качу. Катить, качу. Еще. В ротке ты. Нет. Это немножко другое чередование. Это чередование гласных. Правда? А-а-а. Правда? Еще что-нибудь? Хотеть, хочу. Хотеть, хочу. Отлично. Купить, кручу. Да, пойдет. Кукунец, концы. Значит, возможны какие-то чередования согласных в корне. Конец, начало, о чем говорим. И давайте мы с них и начнем. Возможно, чередование разное. Тогда, когда последнее согласное как-то меняет свой облик. Возможно, и подруги, когда к последней согласной что-то прибавляется. Любить, что делаю, купить, ловить, кормить. Коран. Давайте подумаем. Что общего между этими словами? Почему именно в них происходит такое чередование? Окончание X очень у многих руководов. Ходить, хожу. Что сделать? Что сделать, тоже нет. Посмотрите на уровень фонетики. Самый нижний. Подумайте, что общего между хотя бы вот этими согласными. Па, ба, ма. Па, ма, ба. Па и бэ это па. Па и бэ это двухайзу. Па и бэ это двухайзу. Вот это согласно. Они действительно больше ничем не отличаются. Да? Здесь бэ, здесь пэ. Но у нас есть мэ. И еще какие-то стороны на тебе. Они все мягкие. Они все мягкие. Согласен. Это тоже хорошо. А там, как твердые. Все там преодолеваются сложно. Да, они согласны. Подумайте, чем еще похоже. А, они чередуются сначала твердой, а потом ма. Па и ба. Кормить, кормлю. Любить, люблю. Как эти согласные образуются? Ну-ка, произнесите их. Па, ба, ма. Они все звуки. Там. Все звуки и ба. Па, ба. 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 Яблок. Ба. Блокая. Ба. 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 Алик. А вот р. Не пойдет. А почему там в слове кармлюв? Кормль? Учредуется м с мль. А потом как будто бы эхо. Вот так вот эхо остается согласен. Вы что используете, когда произносите эти словечки? Только губы. Конечно. Ма. Ба. 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 Работают помимо струи воздуха только губы. Это губные струи. Ба. 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 Работают только губы, губные звуки, и вот эти губные звуки чередуются с губным плюс зубным. Ма, мль, ба, бль, ба, бль, ва, ва, не совсем, конечно, губные звуки. Там еще зубы используются, червей, не всегда был именно ва, он когда-то был ва, ва, то есть тоже ва, губной, ловить, ловлю. Вот наше чередование. Ма, мль, ба, бль, ба, бль, ба, бль, ба, бль, ва, ва, вль. Это тоже чередование. И мы должны выделять вот такой корень. Здесь лов, ловить, а здесь лов, ловль, сравните ловля, правда? Здесь купить, куп, покупка, а здесь купля, 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 продажа. Здесь люб, а здесь люб, здесь корм, а здесь кормль, кормление. Вот такое странное чередование. Оно, кстати говоря, отразилось в наших словах и сейчас. Подумайте, как выглядело по-стало-славянски без чередования слова корабль. Корабль, корабль, корабль. Конечно. Вот так. Корабль. Корабль. Да? Без ля. Корабль. Нам послали. До сих пор есть поговорка. Сяб-ляб. И готово. Вот и корабль. А не корабль, заметьте. Откуда такая корабль? Ну что, я готов и... Готово. Мы не... И корабль не будет сделан. Конечно. Будет корабль. Конечно. Какая-то. До сих пор у нас с вами есть слово «земля». Земля. Но упасть... Земля. На землю. А не на землю. Правда? На землю. И здесь, коли какой? Землю. Земля, конечно. Земля. Землюной. И... Сравните два слова. Землянгой. Землянгой. И землянгой. В чем разница? Давайте запишем какие-то примеры. Какие-то словосочетания с этим. Землянгой. Ля добавилось. Землянгой. Ля просто в землой добавилось? Нет. Правильно? Ну как? Ну, мы сказали, что земной — это тот, кто на земле. А землянгой — это тот, кто поднимит. Ну, согласен, что земной — это тот, кто на Земле, земляной, скорее, тот, кто в Земле, да? Или в воду. А земной — это земляной вал. Как? Земляной вал. Земляной вал в Москве, он из Земли, да? Кстати, мы можем сказать. Он на земной из Земли, когда-то был. Да? Земляной вал. Из Земли. Еще. Земляной вал — это планета Земля, а земляной — это из Земли земной. Почва. То есть, Земля — это почва, да? Земля — это планета тоже. А земной, скажем, шахтный, да? Да. Так, еще примерчик. Планет. Земной вал. Ключ в таком состоянии, как земной. Земной ключ? Это как? Ключ в Землю. Ключ в Земле. Ключ в Земле. Ключ, который стоит на Земле. Бьет, наверное, с Земли. Ну, приятно, если так сказать, да? Потому что тогда ключ бьет из Земли, да? Да. Но из Земли — это и в планете Земли. Конечно, значит, эти слова отличаются не только тем, что у них разное значение, но и тем, что у них разные корни. Один, без чередования, другой, вот с таким чередованием Земли, и все было бы хорошо, если бы у нас не было еще чередований глазных. Да, вот с таким чередованием. Да, вот с таким чередованием дом, земский, а земель, по происхождению даже змея отсюда же. Я кладу по земле.